Комедия «Любовь на миллион». Она стала первым фильмом, вышедшим в прокат после пандемии. Режиссер-постановщик, талантливый козлординец Олжас Ибраев. Нам нужен самый дорогой телефон. Да. Ну, самые дорогие телефоны у нас айфоны. Вам как? Глядит? Глядит. Ипотека! Простой парень влюбляется в дочку состоятельного бизнесмена и пытается произвести на нее впечатление. Легкий, непринужденный жанр – романтическая комедия. Добрый вечер. Вы определились с заказом? Да, я оглянуться буду. Могу предложить стейк? Давайте стейк. Какой прожарки? Ре, медиум, вэлдан? Давайте рее. После долгого перерыва кинолюбители рады вновь прийти на просмотр новых фильмов. К тому же в прокате картины «Земляка» молодого талантливого режиссера Олжаса Ибраева. Действительно, очень понравилось. Реально хочется и плакать, и рыдать, и радоваться. Вообще, актерский состав понравился мне. Красиво вообще сыграно. Классная парочка друзей, которые друг друга прикрывают. Впечатление суперское. Сейчас я вышла, да, у меня радостность на сердце. Это приятно, свобода, как почувствуется. Всё-таки успокоение в наше время особенно, да, вот. Хочется всё равно надеяться на какое-то чудо немножко, да, действительно, романтику. «Любовь на миллион» – фильмный эсерватор. Вышли с фильма «Любовь на миллион». Очень лёгкий и интересный фильм. Советую посмотреть. Впервые после долгого карантина пришёл на фильм. Очень понравилось. Кинотеатры открылись после семимесячного перерыва. Соскучились по кинотеатру. Фильм сняли интересный и сценарий отличный. Актёры все хорошо сыграли. Кинозалы пока разрешено заполнять только на треть. Зрители впускают только в масках. Везде установлены антисептики. Проносить фастфуды и напитки в зал запрещено. Любители кино готовы на все жертвы ради кино. Твердка, мол, кинотеатр нашла одна. Четыре дня, как открыли кинотеатры именно на этот фильм «Любовь на миллион» приходит очень много народу. Зрителей много. После завершения выходят все довольные.